всем привет с вами канал art money и сегодня у нас на обзоре вот такая вот шоколадка красная цена молочная плитка 100 грамм представляете 100 грамм сейчас шоколадки уже где-то 90 80 грамм здесь прям 100 посмотрите какая такая симпатичная она мне почему-то напомнила советские времена когда тоже были какие-то такие расцветки на каких-то коробках с чаем что-то такое вот всякие вот такие вот рамочки там на чем-то были не помню я уже продается в пятерочки так давайте посмотрим состав пока я его нашла кому интересно жмите стоп и прочитайте так стоила она где-то рублей 15-20 где-то вот так ну естественно молочная плитка самая обыкновенная и и купил для того чтобы добавлять куда-нибудь в какао там я не знаю горячий шоколад что более-менее горячим шоколаде было какое-то чувство шоколада какой-то привкус шоколада не знаю принципе она мне просто понравилась такая необыкновенная отличается от других шоколадов такая симпатичная давайте и откроем посмотрим попробуем что же у нас внутри ой что-то я прям сегодня такая красивая и разорвала всю упаковку в итоге как-то это зверски открыла так здесь кстати нарисованы квадратные они и без всяких рисунок здесь они уже прямоугольные и с рисуночком даже пахнет шоколадом это довольно плотненькая вернее толстенькая симпатичная с этой стороны тоже довольно красиво я вспоминаю когда фикс прессе купила шоколадку победа мне тоже есть отдельный обзор конечно заставки я поставлю ее я помню открываю упаковку а здесь просто мелкие мелкие дырочки вот так вот при много 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 какие-то не дырочка ямочки такие много 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 и плюс она была такая вот немножко коричневатых какую-то тут с углов и с этой стороны я помню это так выглядело не аппетитно по ощущение было как будто какие-то мелкие червячки сделали маленькие дырочки вот то тут конечно шоколад Шоколадка гораздо дешевле, но выглядит она очень аппетитно, очень классно и даже пахнет шоколадным. Классно выглядит. Естественно, она молочная. Внутри ничего здесь такого больного нет. И давайте же её попробуем. А вы пока напишите в комментариях, пробовали вы её или нет. И напишите свои отзывы, понравилась она вам или нет. А я пока попробую. По вкусу она напоминает какой-то вкус детства немножко мне. Какое-то по ощущению, знаете, как будто я, наверное, выпила какао с шоколадом или с молоком. Как-то так. Или молоко с шоколадом в перемешку растворимое какое-нибудь. Что-то вот такое. Что-то, знаете, такое вкусное. И с другой стороны чувствуется вот этот вот вкус дешёвого шоколада. Если кто-то когда-то пробовал очень дешёвый дешёвый шоколад, то, в принципе, он меня поймёт. Там существует некий такой какой-то странный, подозрительный вкус. Вкус какого-то цветка непонятного. Вроде как он ароматный. Но, с другой стороны, понимаешь, что это что-то явно не то. То есть, ну, это похоже на вкус шоколада. Вроде бы похож. Но вкус цветка какого-то непонятного всё это перебивает. И становится, что это... Ну, для человека становится это что-то странное. Что-то подозрительное. Как будто добавили что-то туда. Такое. Ну, блин, короче, не знаю. Как-то вот так. То есть, ну, до этого у нас был обзор вот с этой вот шоколадкой. Там вот этот вкус цветка ощущается очень сильно. Очень просто сильно. Но она стоит чуть дешевле этой шоколадки. Вот здесь она тоже ощущается, но не настолько. Он, знаете, такой совсем немножечко. Больше ощущается, что он прям такой молочный шоколад. Такой молочный. Такой шоколадик немножечко чувствуется. Такой довольно вкусный. Так, что у нас по составу-то? А, одна Е-добавка. Сахар-заменитель. Масло. А, ну тут заменитель. Масло какао. Пальмовое масло. Даже где добавляется пальмовое масло, какие-нибудь батончики, они всё равно остаются вкусные. То есть, там не присутствует вкус какого-то цветка. Кокосовое масло. Так. Порошок, эмульгатор, тра-та-та. А, ароматизатор ванилин. Ароматизатор ванилин. Ну, не знаю. Либо, может быть, ароматизатор ванилин добавляют. Не знаю. На ваниль это точно не похоже. Это больше похоже на какой-нибудь тюльпан. Не знаю. Или ирис какой-нибудь. Хотя я их не пробовала, конечно. По запаху больше. Ну, что-то такое, какой-то явно странный цветок. Не знаю. Пишите в комментариях, что почувствовали вы. Если пробуем. Может быть, для вас он будет самым обычным шоколадом. Может, вы его постоянно едите. И для вас это норма. Вот. Ну, в принципе, кстати, он довольно вкусный. Он классный. Мне понравился. Ну, не знаю, покупать буду я его или нет. Может быть, даже, кстати, и буду, чтобы вот так вот куда-нибудь добавить. Может быть, его растворить. Потом из него там сделать всякие шоколадки, как я люблю делать там с орешками. Хотя нет. Лучше я подороже возьму. Вот. Ну, довольно вкусно. Нормально. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку три годика. Также смотрите путешествия, как мы на теплоходе путешествовали недавно в Волгоград, в Саратов. В Казани были в прошлом году. Также обзоры на другие продукты из Викспрайс, из Победы, светофора, из обычных магазинов. Разные шоколадки, консервы, коробки конфет. Куча-куча всего интересного. И на этом я еще не остановлюсь. У меня еще будут очень много интересных роликов, обзоров. Обзоры на технику. Кольцевая лампа была недавно. Обязательно посмотрите. Очень интересно. Все подробно показываю, рассказываю. Думаю, вам должно понравиться. Обязательно-бязательно подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Ставьте лайки. Все это делаю я именно только для вас. Чтобы вы не переплачивали свои драгоценные деньги. А сначала посмотрели, потратили капельку своего времени. Посмотрели ролик, подумали, стоит покупать или нет. И потом уже покупали. Все лучшее для вас. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока.